Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, победители в турнире спортивных пар на втором этапе Гран-при России в Сочи, бархатные сезоны. Ребята, это ваш первый полноценный старт. Вас не было на контрольных прокатах из-за проблем со здоровьем. Вы не катали произвольную программу на Кубке Панина, потому что не были, наверное, готовы еще максимально. Вот сейчас все срослось. Расскажите, как это было и какие ощущения вернуться после долгого перерыва на соревновательный лед? Очень волнительно, немножко неуверенно, но мы рады, что мы вернулись и наш такой большой дебют получился достойным. Мы почти все сделали, были по марке, но в целом мы довольны. И спасибо большое публике, что сегодня было гораздо больше народу, чем вчера. Ну, самое главное, официальный старт этого сезона для нас дан, и мы надеемся, что мы проведем его максимально успешно. И будем радовать вас, наши дорогие друзья. Я, честно говоря, не заметил какой-то неуверенности. Я был отвлечен, во-первых, твоим шикарным платьем, Саша. Ты принимала участие в его разработке? Конечно, принимала. Мы всегда, моя партная Татьяна Волкова, моя мама и я, и другие мои близкие друзья, всегда смотрим разные референсы. Потом из этого всего как-то соединяем те моменты, которые нам нравятся больше всего, и могут оказаться на льду выигрышными. Потом уже идем в магазин ткани, выбираем цвет, который есть сейчас, потому что очень плохой выбор тканей сейчас стал из-за проблем некоторых. Но это платье родилось таким всеобщим союзом, и оно очень-очень красивое, и мне оно очень нравится. Наверное, это пока что мое лучшее платье. Дима, тебя не отвлекает с такой ослепительной партнершей выступать рядом? Я уже привык. Видите, все-таки мы докатаемся довольно долго, и я уже, скажем так, свыкся с такой красотой рядом со мной. Я знаю, я думаю, что болельщики, которые следят за фигурным катанием, абсолютно точно знают это тоже, что вы близко дружите с Евгением Медведевым, с нашей суперзвездой. Выбор музыки повлиял? Дружба повлияла на выбор музыки? Ну, вы знаете, я скажу честно, что все-таки мы отталкиваемся от нас самих, вот непосредственно от идеи нашего постановщика. Это самая основа наших программ. Мы не можем, знаете, отталкиваться. Дружба – это одно, а спорт – это совсем другое. И здесь мы должны основываться, мы должны базироваться, в первую очередь, на максимально выгодной для нас постановке. И хочется сказать, что вот постановщик нашего клуба, Николай Морошкин, он, конечно, продемонстрировал, мне кажется, в этой постановке свой высокий уровень. Поскольку, несмотря на то, что сегодня, да, были допущены определенные ошибки, но я думаю, что публика сумела оценить по достоинству непосредственно программу, идею, постановку и компоновку. Вчера я спрашивал вас про элементы ультра-Си, увидим ли мы их сегодня или нет, ваше усложнение. Сегодня вы сделали ставку, наверное, все-таки на уверенный прокат, да, не стали пока рисковать, приберегли этот джокер в рукаве, но все равно допустили некие шероховатости, да, некоторые ошибки. С чем это связано? Вы уже как-то проанализировали или еще в процессе будете с тренерами обсуждать? Ну, видите, это все-таки такое наше первое выступление по-настоящему на крупной арене, на большой публике. И я думаю, что мы от старта к старту будем набирать уверенность, будем набирать уже определенные чувства программы, льда, музыки и такой уже соревновательной атмосферы. Нам требуется на это определенное время, но я думаю, что в скором будущем мы уже постараемся прийти в той кондиции, к которой мы стремимся. Такой вопрос уже для меня лично, наверное, интересный. Две пары, ведущие в нашей стране, уже выступили на своих этапах. И обе в произвольных программах допускали ошибки. Что это? Последствия олимпийского сезона? Или, может быть, какой-то недонастрой, недооценка соперника? Как вы считаете? Ну, нет, ни то и ни другое. Мне кажется, у каждого человека свои какие-то проблемы бывают. И это зависит от индивидуальности. Но я точно могу сказать, что это и не из-за соперников, потому что все ребята очень сильные. Все ребята стараются, делают свою работу, катают чисто. Олимпиада, она была, прошла, новая жизнь, новый цикл. Поэтому нет. Это точно не те причины, которые нужно называть. Завтра вернетесь в Петербург и сразу же на тренировку? Или, может быть, как проведете свое свободное время, если оно будет, Дим? Ты, я знаю, любишь культуру, ходить по музеям, на концерты. Может, уже что-то запланировал? Ну, завтра мы на тренировку в любом случае не успеем, поскольку возвращаемся поздно вечером. Нужно отдохнуть, нужно перевести дух, набраться сил. И снова энергии, снова броситься в подготовку к следующему турниру, который уже не за горами. В самом начале, на старте этого сезона, были у вас некоторые травмы, про которые писали то одно, то другое в прессе. Сейчас все в порядке со здоровьем, Дим? Все хорошо. Все хорошо, готовимся, работаем и наверстываем упущенное. Ребят, я вас не буду долго задерживать. Хочу вас еще раз поздравить с уверенной победой здесь, в Сочи. Дальше больше. Напоследок расскажите своим болельщикам, где вас они увидят, на каком следующем этапе. Может быть, пригласите их посетить. До встречи на пятом этапе в городе Самара. Самара городок. Приходите, пожалуйста, поддержать этих замечательных ребят. Я уверен, что они будут кататься еще лучше. У них еще будет время подготовиться. Вас еще раз поздравляю. Вы большие молодцы. С победой. Дальше больше. Продолжение следует. Спасибо. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.